Ну, во-первых, это приятно, приятно, когда люди делают такие выводы, нельзя сказать, что я очень сильно уделяю этому значение, стилю как таковому, но я уделяю значение удобству и комфорту, а комфорт для меня это не только тепленько и удобненько, но и, скажем, одежда, наверное, должна делать меня уверенней, сочетаться с моим настроением, это тоже момент самовыражения, поэтому, конечно, очень приятно, что то, как я самовыражаюсь, оно, наверное, выглядит достойно. Он очень режиссерский, я всегда сотрудничаю с Луви, и первое, что, когда мы познакомились, я сказал, я хочу, чтобы одежда была такая, чтобы я в ней мог и на площадке упасть на пол, и подняться, это не значит, что это должна быть рабочая роба, я не сижу обычную одежду, но это должна быть та одежда, которая меня не сковывает, это могут быть и костюмы и так далее, и тому подобное, то, в чем я чувствую себя с зарядом энергии. В детстве я рос в городе Горловка, это были 90-е, и там такое было маленькое ателье, подруга маме нашила, и мне так хотелось выделяться, я не уверен, что я очень хорошие вещи заказывал, но я их рисовал сам, придумывал сам, и приходил и говорил, мне вот это. И, наверное, очень хотелось самовыразиться, да, то есть, потому что весь город ходил в одинаковых черных там курточках или в одинаковых слаксах, ну, все было очень одинаковое, в принципе, за выделение тебе могли и мордочку набить, вот, но как-то это не останавливало. Сейчас все гораздо спокойнее, мне просто очень нравится костюм, в котором ты чувствуешь себя собой. Ой, конечно, это ботинки, хорошие челси какие-то такие, да, очень люблю. Это джинсы, вот на мне джинсы, которые я уже не снимаю лет пять, это джинсы Эдди Слимана. Что еще? Очень люблю всевозможные косухи, курточки, вот что-то такое, это мне очень близко. И белая футболка, это тоже очень важный момент гардероба. Их никогда не бывает много. Это трусы боксеры, потому что я их очень люблю, много покупаю, но никогда не ношу, потому что неудобно. Мне очень нравится Сен-Лоран. Ну, мне, вот я был в Париже, и мы ходили в музей, там, где у него кабинет, мне, я не могу сказать, что мне вся прям одежда нравится, да, ну, то есть это в основном все-таки, но образ мне безумно импонирует, и быть может даже эта падающая комета жизни, она тоже достаточно манка, и как-то мне нравится это. Я люблю людей, которые наполовину разлагаются, наполовину созерцают. Мой любимый бренд, это наши украинские дизайнеры Луви. Это бренд, с которым я живу, просыпаюсь, засыпаю, гуляю, влюбляюсь. Это то, что для меня близко максимально, по моей философии даже жизни. Я помешан на парфюмах, хотя пользуюсь чаще всего одним, это Лилабоа Пачули. Но, в принципе, у меня очень много парфюмов, потому что это память, память о месте, о событиях, о человеке. Я тайком всегда покупаю тот парфюм, который мне понравился на человеке, и если этот человек мне дорог, то таким образом я забираюсь, я не пользуюсь им, потому что это со мной не ассоциируется, но он у меня стоит. Это как память. Никогда не говори никогда, я могу надеть… Я не одену вещь, которая просто вещь для меня, то есть, если она не становится моей второй кожей. Просто модную вещь я не одену, потому что я могу ее не понять, например, либо эта вещь меня не поймет. Поэтому, скажем так, если с точки зрения уместности, то я могу напялить на себя все, что угодно, лишь бы это было под настроение. Я один из главных клипмейкеров СНГ. Я обязан следить за тем, что будет модно завтра. Меня интересует именно это. То есть аналитически я, безусловно, это сканирую. Я собираю информацию отовсюду, но применительно к себе нет. Меня совершенно не интересует, трендово ли та вещь, которую я одел сегодня. Мне кажется, что если мне это идет, то это станет трендом точно на мне. Я считаю, что мое самое главное достижение – это мои дети в моем возрасте. Для меня это очень ценное достижение. А профессиональное, я уверен, оно впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова